Приветствую всех! После длительного перерыва я все-таки решил вернуться. И темой моего видео будет разговор о метеоспутнике Химавари-8. Как известно, плосковеры и другие альтернативщики по своим очевидным религиозным мотивам отрицают спутники, спутниковые снимки и все, что с ними связано. Мне неоднократно попадались всякие опровергатели, как в русскоязычном сегменте ютуба, так и в англоязычном. Мой сегодняшний ролик как раз о них. Мы посмотрим, в чем суть так называемых аргументов и опровержения альтернативщиков, и попробуем разобраться в этом вопросе. Для начала я расскажу, почему собственно разговор именно о Химавари-8. Ну тут все предельно просто. Когда в беседе с очередным альтернативно одаренным персонажем речь заходит о космосе и форме Земли, рано или поздно у него возникает вопрос. Если Земля действительно шарообразная, официалы не врут и в околоземном пространстве летает куча спутников, то почему нам не показывают Землю из космоса в режиме реального времени? Видимо они думают, что этот вопрос должен застать нас врасплох, но не тут-то было. Может для некоторых из них это станет сюрпризом, но Землю нам все-таки показывают, причем именно в реальном времени. И уже много лет. Во-первых, это непрерывные потоковые видео с наружных камер МКС, я даже запускал многочасовой стрим с этих камер. Но к этой теме я планирую вернуться в одном из следующих видео. А во-вторых, те самые метеоспутники, которые непрерывно снимают Землю из космоса. Не знаю, почему альтернативщиков это не устраивает. Ведь это они же постоянно просят развернуть Хаббл и поснимать Землю. Хотя есть спутники, во-первых, более подходящие для этого, во-вторых, которые только тем и занимаются, что постоянно снимают Землю. Тут мы и подходим к Химовари-8. Чем же он так особо выделяется среди прочих. Ведь есть еще спутники американской системы ГОЭС, есть российские метеоспутники Электро-ЭЛ, да еще много других. А выделяется он по следующим причинам. 1. Высочайшее качество и разрешение снимков как минимум в видимом диапазоне. Размер снимка более 120 мегапикселей и разрешающая способность около 1 километра на пиксель. И это при том, что в кадре вся Земля на минуточку. 2. Снимки делаются каждые 10 минут. Это максимально близко к понятию в режиме реального времени. 3. Удобный сайт с возможностью опять же в режиме реального времени смотреть на Землю из космоса глазами метеоспутника. 4. Файловый сервер, на котором хранятся все снимки, отснятые за годы работы спутника, и с возможностью удобно быстро скачать любое количество этих снимков. Естественно, альтернативщики не смогли принять тот факт, что и здесь их, мягко говоря, размортали. По традиции, они все это объявили фейком, некоторые даже пытались это аргументировать и опровергнуть. Давайте посмотрим на их аргументы. Я выбрал на ютубе ролик с самым большим числом просмотров. Остальные смысла смотреть нет, они все являются копиями этого, либо переводами, либо копиями переводов и так далее. В общем, они не достойны отдельного упоминания. Итак, поехали! Субтитры делал DimaTorzok Но тут без комментариев. Везде сплошные заговоры. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Наиболее Химавари 8 не имеет никакого отношения ни к этой организации, ни к сети спутников ГОЭС, хотя и создавался вместе со своим близнецом Химавари 9 при участии одних и тех же разработчиков, что и спутник ГОЭС. Это сервер не для геостационарных спутников, это сервер для хранения данных Национального управления о клинических атмосферных исследованиях США. Там хранятся все метеоданные управления, со спутников, с наземных станций, метеозондов и многое другое. Что ж, давайте проверим этот тест на внимательность. Как этот текст может описывать снимки Химавари, если сами снимки появились почти через год после этого файла с описанием? А еще любой желающий может открыть этот файл и посмотреть, в отношении каких данных дается это пояснение. И как можно заметить, среди этих данных нет снимков Химавари. Что мешало автору прокрутить текст чуть ниже и показать нам все это? Разве только то, что никакой сенсации и разоблачения не получилось бы. Они tell you that all of the images in the archive use the underlying colored land images from the NASA Blue Marble data set. Yep. So the Химавари is actually completely, totally debunked right there. These aren't real pictures coming from a satellite in a geostationary orbit above the Earth, getting snapped every 10 minutes and being beamed down for us to all ooh and ah over. Еще один тест на невнимательность. Вы сами можете увидеть, что там написано совсем другое. Это два разных предложения. Первое, что все изображения обрабатываются в системе MacIdas, используя изображение видимого инфракрасного диапазона. И там нет фразы, что во всех изображениях используется подложка из Blue Marple. Это уже другое предложение. Разговор идет о генерируемых системах MacIdas изображениях, а не об исходных снимках. Если кому-то непонятно, эта система как раз и создана для визуализации погодных данных, в том числе и на основе метеоснимков. Результат ее работы каждый из вас видел, например, в прогнозах погоды. И как по мнению альтернативщиков тот факт, что в программе используется подложка, что сами исходные снимки с метеоспутников фейковые. Этот парень мне вообще напоминает наперсточника у вокзала. Расчет на лоха и невнимательность. Но то, что мы будем говорить о том, как они производят фотографии в 10 минуты, с тем, что это как-то аккуратненько, это просто что они делают. Сейчас, как я всегда говорю, что это делается. Поехали. Они уже создали и продажи transparente имиджа Для автора, видимо, кажется невероятным, что на сервере метеоданных неожиданно нашлись и глобальные прогнозы на 100 лет вперед. Видимо, тот факт, что метеоагентство еще и прогнозами климата занимается для него выше понимания. Без сарказма. Но вы сами можете оценить уровень этого так называемого опровергателя. Кому интересно, можете сами в открытых источниках узнать, что такое GA-85 и RCP-85. В двух словах, это моделирование прогнозов изменения глобального климата с учетом человеческой деятельности, глобального притепления и так далее. Видимо, снова расчет автора на невнимательность или на то, что никто не будет проверять. И это не говоря о том, как вообще, по мнению автора, заранее заготовленная картинка в количестве аж одной штуки в год помогла бы генерировать картинки погоды каждые 10 минут, да еще и так, чтобы все всегда совпадало с реальной погодой. Не хотелось бы прямо называть его идиотом, но вот прямо напрашивается. Естественно, тут нет поверхности Земли, потому что это прогноз температуры и поверхности Мираевого океана. Эй, парень, много слов, но ты так и не сказал нам на основе чего. Якобы моделируются данные над океаном, причем так, что они идеально стыкуются с данными от наземных радаров и с реальными наблюдениями. Но это просто моделируется и все. Автор предлагает просто поверить ему на слово, потому что он так сказал. И я уже не спрашиваю, как это все опровергает, собственно, сами снимки с Хималарием. So, then what we get are composite images like this, that are created in the 3D modeling software. The current Doppler weather data over land and the simulated weather over the oceans, and it looks like this. Пока пропустим этот неконтролируемый полет фантазии и оставим из комментариев. This particular image is on the FTP server and is date and time stamped with October 11, 2017 at 11.05 a.m. I just chose one randomly. Notice the image shows you the weather for the whole ball, and not just part of the ball that is lit by the sun at this particular time. No terminator line or anything like that, right? Okay, now, here's the kicker. Go to the other file folder, which is the images that we get to see and are told are real pictures from space. But what they've simply done is taken the weather map picture of the whole ball they created, and they superimpose it over the blue marble data set, just like they said they did. So, what you can see here is the final version of what we're spoon-fed and told is a picture taken by the Himalari from space, like, you know, 10 minutes ago. So, this is the image from the same date and time, October 11, 2017 at 11.05 a.m., and you can see that the weather is exactly the same. Watch it closely. There's your weather map comprised of simulated and Doppler radar being used to complete a composite image. They do this with the Discover satellite, too. The epic camera from a million miles away, they tell us, ridiculous. Okay. This image is a visualisation of data about movements in the body of the air mass. The Himalari is not so capable of, but it is also capable of, on the meteor-sputnik. In the screenshot of the author is all the necessary information for this, but he, as I said, is not to be able to do it. Himalari is not only in the medium, but also in the infracrass spectrum, which is in a large number of dimensions. And if it is clear, in 16, the entire information is also open. Now, also notice, the final image has a terminator line added, and to try to make it look like a real picture from space, which drives a nail in the coffin of the Himalari, because the weather data shows it over the whole ball completely. But they have to add a terminator line to show the Earth only part of the night. It's completely dark there, by the sun, based on the time of day that the photo is allegedly taken. So, if this is a real picture, how did they know where to put the clouds and weather on the part of the globe, but no sunlight? It's not clear that this person is like this. It's not clear that this person is going to be able to do it. To that, the images in different dimensions, almost all of them are in the same way. It's a reason for the question, what is this not? In the case, the images of the black look look like not the same. The images of the black look in different dimensions, but the author is not to ignore it. In general, I think you already understood the level of this so-called. разоблачителя. Парень, ты бы хоть самочастью ознакомился перед тем, как, скажем так, разоблачать. Ну и финальный кадр. Здесь автор не комментирует. Но мы как бы должны понять, что картинка фейковая. Видимо, его смущают два момента. Первое, это явно отличающийся шум на дневной и ночной стороне. И второе, вот эти странные ступеньки. Странный шум должен, видимо, сказать нам, что здесь имеет место монтаж и ночная сторона явно прифотошоплена. Некоторые разоблачители даже демонстрируют примеры такого монтажа. Вот, говорят, смотрите, как должен выглядеть шум на снимке без монтажа. Он должен быть равномерным и одинаковым, без резких переходов. Что ж, проверим мы это. Я снял Луну на ночном небе и прогнал снимок в той же программе. И, о чудо, шум точно так же отличается, как и на изображении схемавари. В чем же дело? Наверное, в том, что автор этих кадров снимал на свой дешевенький телефон, а я на зеркальную камеру. Ну и риторический вопрос к разоблачителям. Зачем вообще так палиться на шуме, если можно просто отрендерить полностью искусственное изображение, примерно вот так, а потом искусственно наложить правильный шум? В разоблачителе обычно такие вопросы вызывают сложности. Ну и еще один пункт по шуму. Здесь, как мы видим, шума вообще нет. Это говорит о том, что изображение вклеено в кадр. Возможно. Или фон просто удален. Это тоже возможно. Возьму ту же фотографию и полностью удалю фон. Как видим, шум тоже пропал. Но делают ли такие манипуляции снимок фейковым? Вряд ли. Хотя на самом деле, на снимке схемавари ни то и ни другое. Изображение не вклеивали в фон и сам фон не удаляли. Сейчас объясню, в чем тут дело. Это же касается и вот этих подозрительных ступенек. Тут следовало бы для начала разобраться, как снимают хемавари. Это не имеет ничего общего с обычным фотоаппаратом. Я напомню, что размер кадра 11 на 11 тысяч пикселей для большинства диапазонов. Для третьего диапазона, он же красный канал, так и вообще 22 на 22 тысячи пикселей. То есть размер изображения 484 мегапикселя. Понятно, что матрицы такого размера там нет, да это и не требуется. На самом деле, там применяется довольно хитрый механизм из линз и пары поворотных зеркал. А матрица там, если так можно ее называть, не очень большая. Вот ее размеры в пикселях для разных диапазонов. Чтобы получить цельное изображение всей Земли, поле зрения камеры с помощью зеркал смещается. И как бы считывает все изображение поверхности Земли строку за строкой, а потом программно объединяется в одно изображение. Артефакты от такой обработки при желании можно увидеть на некоторых изображениях. Именно поэтому на изображении и возникают такие ступеньки. А звезд нет в кадре по той же причине. Химовари, если можно так сказать, туда и не смотрят. А Солнце так и вообще специально обходит, во избежание повреждения сенсора. На этом мы и закончим опровержение очередного опровергателя. Альтернативщики, старайтесь в следующий раз получше. Химовари вам пока оказался не по зубам. Попробуйте, ну я не знаю, разоблачать сами снимки что ли. Ищите нестыковки с реальными наблюдениями или еще что-то. Некоторые, вон пытаясь разоблачить химовари, даже становятся экспертами по климату на континентах, которые твои глаза не видели. В общем, старайтесь лучше прекращать и халтурить. Может что-то и получится. Спойлер, не получится. На этом я прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.